Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Передаем за проезд. Повысилась стоимость билетов от Заречного до Пензы обратно в маршрутных такси. С нового года могут незначительно подорожать поездки и на муниципальных автобусах. Мы просим рассмотреть возможность повышения стоимости на 2 рубля по городу. И только для общих билетов. Сделаем город чище. Специализированная организация начала вывозить из Заречного старые автопокрышки. С 10 декабря в нашем городе начался сбор шин от населения на безвозмездной основе за счет средств муниципалитета. Шины относятся к 4 классу опасности и подлежат речной переработке. Они тоже участники дорожного движения. Пешеходов взяли в разработку госавтоинспекторы и активисты городского детского движения Юнзары. Наши акции уже являются системными. Один, иногда даже два или три раза в месяц мы выходим на улицы города и рассказываем зареченцам о какой-либо теме. И теперь об этих и других новостях подробнее. В зареченских маршрутках с понедельника подорожал проезд. Повысилась стоимость поездок из нашего города до Пензы и обратно. Цены на билеты в муниципальных автобусах пока остаются на прежнем уровне. Однако подорожание топлива, запчастей и коронавирусное снижение пассажиропотока заставляет автотранс задуматься о повышении стоимости поездок. 40 рублей. Такова теперь стоимость проезда в маршрутных такси Заречного до Пензы и столько же обратно. Повышение цены билета предприниматели связывают с подорожанием топлива и запчастей. Было 36, а стало 40. То есть повышение составило 4 рубля. Почему? Потому что повысились цены на запасные части и повысились цены на горючие смазочные материалы. По городу Заречному стоимость проезда осталась 18 рублей. Стоимость проезда от КП до Пензы осталась старая, 24 рубля. Только повысили от Заречного до Пензы. 40 рублей. Причиной повышения стало очень резкое повышение цены на запасные части, так как машина вся импортная. Соответственно, к нам поступает запчасти в долларах, здесь переводят в рубли. И, соответственно, повысилась цена на ГСМ. Была 35, сейчас 37, 45. Это сказалось очень здорово на расходной части. Возросли затраты и муниципального пассажира-перевозчика. Крайне негативно на работе автотранса отразился и весенний коронавирусный локдаун. Экономический анализ нашей работы за это время показал, что наше количество билетов, вот на диаграмме видно, упало с марта месяца буквально в разы. Где-то по нашим подсчетам мы потеряли от планируемых доходов, поступлений от билетов, где-то около 40%. В потере доходов у нас прибавилось еще, так скажем, увеличение расходной части. Начиная от топлива, где-то около 10%, заканчивая там страхование пассажиров, там доходит цифра на 25% выше, чем в прошлом году. Для того, чтобы удержаться на плаву и продолжить бесперебойно и безопасно перевозить пассажиров, предприятие автотранс также вынуждено ставить вопрос о повышении стоимости проезда. Однако, в отличие от частных компаний, муниципальный перевозчик сделать это может лишь с согласия депутатов собрания представителей Заречного. Автотранс предлагает увеличить стоимость проезда только на внутригородских маршрутах и повышение будет в два раза меньше, чем в маршрутках. Мы просим рассмотреть возможность повышения стоимости на 2 рубля по городу. И только для общих билетов. Студенческие, школьные остаются без изменений. Как в прошлом году, как в этом 10 рублей. Стоимость проезда в Пензу также остается на прежнем уровне 24 рубля. Но если человек едет из Заречного в Пензу, то из двух составляющих, конечно, получится еще плюс 2 рубля до Пенза. Если депутаты примут решение поддержать автотранс, то билеты в автобусах немного подорожают с нового года. При этом доля платы пассажира за проезд останется на уровне 30% от себестоимости поездки. Остальные 70% компенсирует муниципалитет. Немного может вырасти и стоимость проездных билетов. Где-то в среднем повысится на 10%. То есть студенческие на 20 рублей, ученические тоже на 20. Единые в Пензу на 12%, вот 150 рублей. И внутри города Заречного тоже где-то повышение в районе 11%. Однако поездки с проездным билетом, как и прежде, будут значительно выгоднее, чем без него. Приобретая пластиковые карточки, постоянные пассажиры автобусов значительно экономят свой бюджет. Стоимость проезда по проездному безлимитному, замечу, билету, оно, ну, я так считаю, минимум в полтора, а то и в два раза дешевле, чем если покупать разовый билет. Он у нас не именной и не лимитный. То есть, как раньше абонентские книжки были, он безлимитный. Можно ездить сколько угодно раз по всем направлениям. Макеты новых проездных билетов уже разработаны. Решающее слово за депутатами городского собрания представителей. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». И о ситуации с коронавирусом. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки более чем на 26,5 тысяч и достигло почти 2,7 миллиона, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны. Также сообщается, что в России за сутки умерли 577 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии жертвой вируса стали почти 48 тысяч человек. А выздоровели уже свыше 2 миллионов 100 тысяч. В Пензенской области за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 182 человек. За все время заболели почти 23 тысячи. Более 19 тысяч пациентов вылечились. 278 человек скончались. Как уточняет пресс-служба регионального правительства, 104 новых факта инфицирования зафиксированы в Пензе. От 1 до 9 в 16 районах области и Заречном. Среди пациентов 48 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. В нашем городе за минувшие сутки подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом из числа ранее выявленных. Несколько тонн отработавших свой срок автомобильных покрышек планируют вывести из Заречного специалиста-экологи. Утилизация шин – это часть муниципальной программы «Городская среда». Для зареченцев процедура избавления от опасных отходов проста и бесплатна. Им нужно лишь принести старые покрышки на контейнерные площадки в гаражных кооперативах. Специализированная организация уже начала сбор утиль сырья. С подробностями Светлана Теплухина. Огромная железная рука захватывает старые автопокрышки и грузит их в кузов специализированного автомобиля. Город избавляется от отслуживших свой срок шин. С 10 декабря в нашем городе начался сбор шин от населения на безвозмездной основе за счет средств муниципалитета. Шины относятся к четвертому классу опасности и подлежат вторичной переработке, которую осуществляет специализированная организация. Если старые покрышки просто выбросить, из них начинают выделяться токсичные соединения, которые загрязняют почву и воздух. Шины огнеопасны, причем при горении в атмосферу выбрасываются сильнейшие канцерогены. А вот грамотная утилизация может превратить вредные отходы в массу полезных вещей. Они идут на вторичную переработку. Там из них получают такие вещества, как газ, металлокорд, технический углерод и пиролизное масло. Кроме того, из старых шин производят покрытие для детских площадок, наполнители для боксерского инвентаря. Чтобы отработавшие автопокрышки не загрязняли окружающую среду, а стали ценным вторсырьем, зареченцам достаточно оставить их в специально обозначенных местах. Контейнерные площадки поднести и оставить. Мы приедем и заберем совершенно бесплатно. Станции технического обслуживания также входят в эту программу. Мы бесплатно у них тоже забираем. Сбор отработанных автомобильных покрышек в Заречном ведется в рамках муниципальной программы «Городская среда» на 2015-2020 годы. Это мероприятие в нашем городе стало ежегодным и проводится с 2017 года. И в этом году, несмотря на пандемию, специалисты МКУ, управление МТО организовали сбор шин с одной главной целью – чтобы жизнь в нашем городе была экологически безопасной и комфортной. Хочется поблагодарить жителей за понимание и активное участие в данном мероприятии. В 2019 году зареченские автомобилисты сдали на переработку более 12,5 тонн отслуживших свое покрышек. По подсчетам специалистов-экологов, в 2020-м планируется отправить на утилизацию не меньшее количество старых шин. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Почти тысячу пешеходов оштрафовали в этом году дорожные полицейские «Заречного». Однако, несмотря на угрозу быть привлеченными к административной ответственности, горожане продолжают нарушать правила перехода проезжей части. Достучаться до них в очередной раз попытались сотрудники госавтоинспекции и активисты городского детского движения «Юнзары». Я тебе полосочку дам, светоотражающую, она нам будет помогать с тобой быть заметным в темное время суток. Такие светоотражающие элементы на одежде особенно важны зимой, когда темнеет очень рано. Светящиеся стикеры, полоски, наклейки помогают водителям своевременно заметить пешеходов на дороге и сбросить скорость. О необходимости использования этих свето-возвращающих деталей зареченцам напомнили сотрудники ГИБДД и активисты городского детского движения «Юнзары». Наши акции уже являются системными. Один, иногда даже два или три раза в месяц мы выходим на улицы города и рассказываем зареченцам о какой-либо теме. Очередную акцию по пропаганде безопасности дорожного движения посвятили пешеходам. Инспекторы ГИБДД и их помощники «Юнзары» решили еще раз объяснить горожанам, как нужно вести себя на проезжей части. Особое внимание обратили на изменившиеся погодные условия. Объяснять как малышам, так и взрослым о том, что зима на улице, гололед, что транспортное средство даже при всем желании не сможет вовремя остановиться. В очередной раз участники акции говорили с пешеходами о том, что пересекать проезжую часть можно только в специально отведенных местах. А вот по косенькой перебегать ни в коем случае нельзя. Кажущаяся экономия времени не идет ни в какое сравнение с риском, которому подвергается в этот момент человек. О таких прописных истинах юные зареченцы решили напомнить не случайно. Статистика говорит о том, что далеко не все горожане осознают опасность пренебрежения элементарными правилами поведения на дороге. На сегодняшний день у нас к административной ответственности привлечено 967 пешеходов, которые нарушили правила дорожного движения, то есть осуществили переход в неположенном месте. Я напоминаю, что разрешено переходить проезжую часть только в установленных местах, только там, где есть знак «Пешеходный переход» и нанесена дорожная разметка в виде зебры. В ходе акции «Пешеход» не оставили без внимания и водителей. Автомобилистам Юнзары и сотрудники ГИБДД напомнили о необходимости быть особенно внимательными при приближении к пешеходному переходу. Для закрепления жизненно важных знаний участники акции раздали горожанам специальные памятки с правилами безопасного поведения на дорогах. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный». Зареченские педагоги стали призерами регионального конкурса молодых педагогов и их наставников «Педагогический дуэт-2020». В профессиональном мастерстве состязались 50 человек, 25 молодых педагогов и 25 педагогов-наставников. Конкурс состоялся в нашей области во второй раз и впервые прошел в дистанционном режиме. На первом этапе участники представляли свои визитные карточки и презентовали проекты. В заключительном туре претенденты на победу провели совместное учебное занятие, во время которого демонстрировали мастерство в области передачи педагогического опыта, метапредметный подход, умение действовать сообща. «Заречный» в конкурсе представлял педагогический дуэт из школы номер 221, наставник Олеси Теплова и молодой педагог Юлия Майорова. По итогам профессионального состязания наши учителя завоевали третье место. Более 20% зареченских налогоплательщиков не заплатили причитающийся им имущественный налог. Срок внесения платежей истек 1 декабря, и теперь сумма долга каждого из недобросовестных граждан ежедневно растет. В том случае, если не исполнена обязанность по уплате налогов, то со следующего дня неисполнение обязанности начисляется пень. Она составляет 1,03 ставки рефинансирования. На данный момент налоговая выставляет требования. В требовании дается дополнительный срок для исполнения обязанности по уплате налогом. Какие мировоздействия будут приняты по отношению к тем, кто и в дополнительный срок не погасит свою задолженность по имущественным налогам? Как быть, если налоговые уведомления гражданин не получил? Какими способами можно внести необходимые платежи? На эти и другие наиболее частые вопросы налогоплательщиков моим коллегам ответила специалист отдела информационно-аналитической работы инспекции Федеральной налоговой службы по городу Заречному Татьяна Моисеева. Смотрите интервью сразу после рекламы, а пока к другим темам. Творческая группа проекта «Десять песен Победы» представила новый видеоклип. Жители городок присутствия госкорпорации «Росатом», представители бывших союзных республик, известные профессиональные певцы и музыканты вместе спели песню авиаторов композитора Василия Соловьева-Седова на слова Соломона Фагельсона. Впервые эта композиция прозвучала в фильме «Небесный тихоход». Вышедшая на экраны в 1946 году кинолента рассказывала о трех друзьях-летчиках, которые дали клятву не влюбляться до конца войны. Однако жизнь берет свое, и бравые парни один за другим нарушают свое обещание. Больше 20 миллионов советских зрителей увидели кинокартину, а прозвучавшие в ней музыкальные композиции вскоре стали всенародно любимыми и зажили собственной жизнью. «Мы друзья, перелетные птицы, и пора в путь дорогу» эти строчки в Советском Союзе мог подхватить каждый. Новое звучание песни авиаторов обрела в исполнении интернационального коллектива, объединившего жителей России, Украины, Молдавии, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана. И этот видеоклип, а также все предыдущие записи проектов «10 песен победы» и «10 песен атомных городов» можно увидеть на YouTube-канале программы «Территория культуры Росатома». Новогодним концертом в этом году быть. Несмотря на коронавирусные ограничения, побывать на представлениях, которые готовят учреждения культуры города, смогут все зареченцы. Те, кто устал от новогодних огоньков на федеральных каналах, смогут посмотреть выступления наших звезд. Готовятся видеоверсии новогодних представлений, увидеть которые можно будет, не выходя из дома. Вроде бы все как всегда. Свет, звук, артисты работают на сцене. Но в зале всего лишь несколько человек. Один из них – видеооператор. В Доме культуры «Дружба» идут съемки новогоднего концерта. Зареченцы смогут посмотреть его, не выходя из дома. Концепция такая, что непосредственно на сцене уже разыгрываются такие режиссерские какие-то ходы, непосредственное общение между собой артистов. Если в зрительном зале мы смотрим на исполнителя, вот он стоит, вот он танцует и поет, то есть показывает свой номер, то здесь это уже такая мини-театральная постановка должна быть на сцене для того, чтобы это зрителю не было скучно. Опыт подготовки таких концертов у сотрудников «Дружбы» уже есть. За время пандемии они научились общаться со зрителем на расстоянии и дарить ему свое творчество, несмотря на ограничения. В новогоднем шоу примут участие все коллективы учреждения культуры. Репертуар подбирался с особой тщательностью. В новогоднем, чтобы он была, тематика сохраняется. Все абсолютно готовят новые номера, то есть это будет много премьер. И я надеюсь, что всем очень понравится. На это очень надеются и юные артисты. У них особенно сложная задача – сделать так, чтобы их позитив и энергию зрители почувствовали даже через мониторы компьютеров. Участникам творческих коллективов пришлось стать чуточку волшебниками, чтобы на расстоянии передать зареченцам настроение любимого зимнего праздника. Новогоднее настроение для вас – это что? Оно какое вообще новогоднее настроение? Веселость. Радость. Сурово. И вера в чудо? Да. Новогоднее чудо обязательно свершится. В этом уверены все участники будущего представления. Праздничный концерт можно будет посмотреть на сайте Дома культуры Дружба и в официальном аккаунте учреждения в социальной сети ВКонтакте. Шоу покажут 31 декабря, чтобы праздник пришел в каждый дом. За окном метель метет, время стрелки в пути, знаю я, что в Новый год новым счастьем будет. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Уплата имущественных налогов. Как не попасть на штрафы? Об этом сразу после рекламы. Не переключайтесь. Новогоднее время. Яркие коробочки всевозможных размеров из прочного картона. Металлические шкатулки разнообразных форм и сами послужат не один год. А представьте себе восторг того, кто получит вот такую посылку от Деда Мороза из Великого Устюга. Деревянную, расписную, с настоящей почтовой маркой и даже сургучной печатью. Для творческих личностей можно сразу и подарок приобрести. Картину по номерам. Есть в магазине и разнообразные аксессуары для праздничного стола. Салфетки, скатерти, одноразовая посуда. Разумеется, все с новогодними мотивами. Не забывают здесь и о безопасности. Всегда в наличии защитные маски, разнообразные перчатки, антисептики. Огромный выбор пластиковой тары собственного производства, в том числе бутыли до 19 литров и помпы к ним. При вполне демократичных ценах на покупки от 2000 рублей действует еще и дополнительная скидка. Так что не откладывайте на последний момент. Приходите за новогодним настроением в магазин «УПАК» в торговом центре «Рябинушка». Бананы 1 килограмм 39,90. Успей купить в Скидкино. Приятели помогают, пока им не сложно. Но только настоящие друзья идут с вами до конца. Бесплатно довезем, поднимем и донесем до места установки. Например, стиральную машину LG доставим сразу в квартиру. Корпорация «Центр». Ветчина по-черкизовски 129 рублей. Успей купить в Скидкино. Скидки от 20 до 60 процентов. Только в новогодние праздники с 18 декабря по 10 января. Лале «Антилоп». Бананы 1 килограмм 39,90. Успей купить в Скидкино. Как «Росатом» ощущает химически загрязненные территории страны? Технологию переработки лапаритового концентрата освоили на ЧМЗ. Гидроиспытания пароперегревателям провели на ЗИО «Подольск». Смотрите в среду в 20.00. Татьяна Михайловна, расскажите, пожалуйста, срок уплаты каких налогов истек 1 декабря? До 1 декабря должны были быть оплачены имущественные налоги. К ним относятся налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог с физических лиц. Какая ответственность наступает если до 1 декабря налогоплательщик не внес требуемую сумму? По состоянию на 1 декабря 2020 года уплачено 77% имущественных налогов. В том случае, если не исполнена обязанность по уплате налогов, то со следующего дня неисполнения обязанности начисляется пень. Она составляет 1,03 ставки рефинансирования. На данный момент налоговая выставляет требования. В требовании дается дополнительный срок для исполнения обязанности по уплате налогов. В том случае, если и по требованию в установленной сроке не будет оплачена задолженность, то инспекции будет написано заявление о вынесении судебного приказа, которое будет направлено в мировой суд. За период, пока будет происходить судебное разбирательство, налогоплательщик также может исполнить обязанность по уплате налогов. В том случае, если и в этот период не исполнена обязанность по уплате налогов, то когда будет вынесен судебный приказ, он вступит в законную силу, он поступит в инспекцию, и так как инспекция является основным взыскателем, будет направляться на взыскание либо работодателю, либо в банке, либо в службу судебных приставов. Также, когда выносится судебный приказ, кроме суммы, имеющейся у вас задолженности, плюс каждодневно числяемая пеня, к этой сумме дополнительно у вас добавляется госпошлина. В том случае, если вы не оплатили задолженность по судебному приказу, он будет направлен на исполнение в службу судебных приставов. Дополнительно вы также будете оплачивать сумму исполнительского сбора. Каким образом налогоплательщик получает налоговое уведомление и что делать в том случае, если налоговое уведомление не получено? У нас в период где-то с сентября по ноябрь происходит рассылка массовая и бумажных носителей, и выгружается электронный личный кабинет. Как бы в том случае есть такой момент, что налогоплательщики, например, получили в инспекции логин и пароль, потом его забыли, либо утратили. В этом случае он может повторно обратиться в инспекцию, получить опять логин и пароль, зайти и все необходимые сведения получить уже о своих налогах. О том, вот сейчас, когда у нас уже наступил срок уплаты, там поделены по вкладкам, и там, соответственно, сейчас все сведения уже есть во вкладочке задолженность, где он, войдя, может сформировать себе платежный документ для оплаты. Если налогоплательщик подключен к личному кабинету физического лица, то весь документооборот с ним происходит электронно, и ему туда выгружается электронный документ, которому он должен производить оплату. Если, соответственно, у нас выбрано получение на бумажном носителе, то получается на бумажном носителе. Каким образом можно оплатить налог? Обязательно ли приходите в Сбербанк или в налоговую инспекцию, или это можно сделать онлайн? Можно электронно оплачивать. У нас каждый вообще платежный документ, там есть QR-код, который считывается, либо в том случае, если какие-то проблемы со считыванием QR-кода, там есть уникальный идентификационный номер. Также, когда налогоплательщик его вводит, ему подтягивается платежный документ, где написано, какой налог, в какой сумме он может произвести оплату. И также за физических лиц могут оплачивать третьи лица, если он сам не может исполнить обязанность по каким-то причинам. Если вы не получили налоговое уведомление, то вы можете обратиться в налоговую инспекцию за налоговым уведомлением. Также налогоплательщики, которые являются владельцами личного кабинета для физических лиц, могут оплатить задолженность посредством личного кабинета. На данный момент на сайте госуслуг уже выгружены сведения о вашей задолженности, там можно оплатить. Владельцы Сбербанк онлайн могут оплатить задолженность через Сбербанк онлайн. Если у налогоплательщика возникают вопросы, куда они могут обратиться? Если возникают какие-то вопросы по оплате налогов, где можно получить документы, можно позвонить по телефону 65 23 22. И также в случае, если вы хотите узнать, какой у вас размер задолженности, какими способами оплатить, можно позвонить по номеру 65 23 89. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»